Небольшой переулок в районе площади Победы. Мы специально не называем адресов, потому что полевой госпиталь развернутый здесь, общественный госпиталь, соорганизованный ребятами, независимо от каких официальных служб. Был организован полуподпольно, специально для того, чтобы можно было вывозить раненых с огнестрелом, с тем, чтобы они потом не попадали в руки силовиков. Чтобы вы понимали, это бойлерная обычного живого дома. Мы используем это помещение сейчас как резерв. То есть в случае чего здесь можно развернуть смотровую или обрабатывать гнойные раны. То есть в том крыле у нас операционная палата, для того, чтобы не смешивались потоки, мы приняли решение взять это помещение. И мы тут также установили прямо в бойлерную душевую, для того, чтобы нужно было помыть. Вообще мы приняли решение о создании общественного госпиталя 19 января. После событий, приведших к ограничению оказания медицинской помощи, когда из лечебных учреждений забирали пациентов, когда забирали в СИЗО до оказания медицинской помощи, мы приняли решение о создании общественного госпитала. Первый наш общественный госпиталь был на Подоле. И он отработал ОТОДО, мы его сделали вместе с Всюкринской сетью ЛЖВ и рядом других организаций. Этот госпиталь уже второй. Мы его открыли в помощь первому, когда происходили события уже в феврале, 18 февраля. Потому что первая наша точка просто захлебнулась от пациентов. За одну ночь была оказана помощь 35 пациентов. И все были достаточно тяжелые. У одного пациента удалили вот такую вот пулу из шеи. Много других было травм. То есть это серьезное напряжение для медицинского персонала и для того учреждения, которое мы создали. Итак, Вы развернули второй госпиталь здесь. Полностью укомплектован. Ну не полностью, но достаточно мощно укомплектован. В том числе и по оборудованию. Оборудование откуда? Ну, как говорится, с миру по нитке. Очень сильно помогали наши партнеры Сила Людей. Я сам член организации Сила Людей. И, в общем-то, я помню этот разговор с Сашей Саландровым, который сказал так, в случае чего я буду звонить тебе, и мне нужна какая-то база, где будут лечить наших. Да, да, да. И хозяин этого помещения предоставил его под нужды к госпиталю. А врачи, медперсонал? Это все волонтеры, причем у нас интернациональная команда. У нас один из хирургов, который сейчас проводит операцию, он приехал из Германии, два медбрата из Москвы, ну и, естественно, все остальные врачи со всей Украины. Здесь идет операция. У данного пациента была проведена рентгенография плечевого сустава в двух проекциях. Мы наблюдаем над лопаткой металлическое инородное тело, округлой формы, предположительно, пульку. Это мы видим в прямой проекции, и на снимочке в косой проекции он наблюдается в проекции данного отростка лопатки. Не буду вдаваться в подробности. Сзади в мягких тканях находится. В данный момент хирург извлекает это инородное тело. Предположительно, это пулька, но мы не можем этого точно узнать, потому что рентген нам показывает только то, что это инородное тело металлической плотности. Остальное же будет известно по тому, как мы извлечем это тело, изучим, какое оно по своей форме, по своей структуре, и, следовательно, сможем уже предположить больше. По-моему, это была паренка. Но ощущение полевого условия, знаете, из фильмов старых о войне, значит, плащ палатки, значит, натянутые темпы, и в палаточных условиях, значит, хирурги над столами операционными. А здесь это уже новое поколение. Вон газеты, книги, абсолютный такой хай-тек андеграунд, сюр. Да, и опять-таки врачи, склонившиеся над операционными столами. Ну, кстати, им работать достаточно комфортно. Там нормальные операционные столы, нормальное освещение, нормальное оборудование. Операционные у нас достаточно хорошо оборудования. Да, здесь находился небольшой книжный магазинчик, маленькое издательство. Сегодня здесь развернут общественный госпиталь. Он находился в полуподпольном состоянии, потому что в тот момент, когда начались события на Майдане, раненых начали привозить в стационарные госпиталя, под угрозой практически пистолетов, медиков заставляли отдавать больным представителям спецслужб. Поэтому сюда привозили всех тех, кого можно было оперировать вот в таких полуполевых условиях. Прямо рядом со мной, операционная, здесь только что закончилась операция. Я так понимаю, это подместная анестезия, да, делали сейчас? Да. Долго шла операция? Это у врачей спрашивали, у меня часов не было. Ну, понятно. Не знаю. Ну, во всяком случае, было все комфортно. Как вас ранило? Как это произошло? Ну, в ночь с 18 на 19. Они же стрельнули в плечо. А где они? На парикладе. Вы в Берлине, в Мюнхене? Нет, нет. Я работаю в северной Германии, в городе Дипхолиц. Это недалеко от Бремена. Много ребят ваших прилетело? Или это, собственно, просто решение, не ориентируясь ни на кого? Я не знаю тех, кто бы еще оттуда прилетел, но мои коллеги, немцы, с большим пониманием отнеслись к этому. Они перекрыли мои дежурства. Вот я должен был в воскресенье дежурить, в частности. Отнеслись с полным пониманием и поддержкой. Мне и сюда писали смс-ки. Хорст Винтер, Чет Бейкер, замечательная джазовая подборка, история искусства, полочка культуры и туризма. И здесь же вот такой вот грандиозный генологический аппарат. А прямо за моей спиной, за полками, там операционная. Здесь развернут общественный полевой госпиталь. Но благодаря таким вот госпиталям, их развернуто несколько вокруг Майдана, реально удалось помочь очень многим людям.